Василий ДМБ для меня труднее написать гроздь винограда, а не гранат, а из цветов сирень. Также и для многих, мне кажется, кто не научился видеть большую форму, обобщать и видит, а видит и рисует, пишет отдельно, раздельно предметы. Часть деталей трудно написать. Большое, состоящее из множества деталей. Ну да, ну например, на лице же много деталей всяких. Глаза, реснички, волосинки, трос, дырочки, уши. Но в принципе-то это все равно одно пятно. Один художник говорил своему студентам, но такой вот преподаватель. Он говорит, у меня, по сравнению с вами, большое преимущество. Я плохо вижу. То есть он рассеянно, смотрите, как будто вот вы без очков. И сразу видите, блин, вот этот его, хопа, по отношению к розовой занавеске. И дальше потом уже там возделывать это огородики, вот эти вот кучки, тяпкой, тяпочкой, тяпа. Окучивайте, я имел в виду, имеет большое целостное значение. А, еще раньше, в грозди винограда это ягодки, а в грозди сирени цветочки. Имеет ли большое значение целостное видение и письмо? Или можно целостностью пренебречь нельзя, выдавая как свой стиль? Виноградную гроздь неужели легче написать, чем гранат? Ну тогда как? Ну да, когда тогда как? Ну у меня есть уже урок там, где виноград пишу и рассказываю, как целостное видеть. Все равно есть преимущество целостное. Ну, мало ли что ягодки. Все равно есть какой-то кусок, который потемнее, есть кусок посветлее. Ну, не обращайте внимание на то, что он состоит, этот темненький кусок, я не знаю, из 12 ягодок, а светлый из 6. Ну, не считать же в самом деле. Просто массой берите и все. Я уже про лицо пример привел. Массой, бах! Мало ли что там всякие эти самые ягодки и цветочки. Ну, я еще, наверное, на эту тему, раз это сложно, тогда буду думать, как облегчить вам задачу вот эту всю по написанию вот этих сиреней и прочее. Кстати, сиреней тоже есть урок в моей онлайн-школе. Посмотрите, виноград и сирень есть. Надо просто это изучать и пробовать писать. Ничего страшного. Все целостное видно, нельзя им пренебречь. Смотреть нужно только вот большими кусками. Тот кусок темнее, чем этот кусок. Все. И с этим сравнить. Ну, и все, что тут. Двери, стена розовая, желтая и вот это. Вот на несколько часей разбите и по среднему тону возьмите. Добейтесь, чтобы они были адекватны в тоне. Василий ДМБ. Что-то означает в рисунке, и это специально сделано, что женщина справа велончелистка. Больше всех музыкантов по величине, по росту такая. Гросс дама. Да, при рисовании. Давайте сначала на это отвечу, а потом дальше. Но вообще я отношусь к некоторым своим работам, ну, с такой долей юмора, что ли. Ну, когда хочется шаржировать. Я вообще люблю шаржи. Так вот, хочется обострить какие-то характерные вещи. И в этом случае тоже. Очень сложно нарисовать музыкантов и так, чтобы это было выразительно. Я подмечаю, поскольку делаю много набросков, вот, например, в Новосибирске, посмотрите, какой красивый контрабасист. Он яркий, выразительный. Вот, подметить, когда он там рот раскрыл, когда у него руки так расставлены, когда саксофонист надувает щеки, ну и так далее. То есть, и сделать это в работе, она будет яркой, более эмоциональной. Так и здесь. Что-то в противовес этой даме с виланчелю. Группа из трех человек выглядит как-то так на контрасте. Ну, в общем, весело. Для меня это ощущение радости, когда в работе, в картине, в этюде, я не знаю, в наброске существует жизнь, вот такая, какая она есть. Кто-то написал, что левый скрипать философ. Ну, вот философ, да. Ну, весело. Мне это так интереснее рисовать. То есть, я просто буквально не срисовываю то, что вижу. Это тоже очень важно. Обостряю. Попробуйте шаржи порисовать, вы поймете, о чем я говорю. И дальше Василий спрашивает. При рисовании в живописном письме куда больше следует смотреть? На натуру или на свой рисунок? Ветюд. У вас при обучении применяется американская методика рисования скетчей, вслепую. Когда на рисунок почти не смотрят, а это вопрос, а постоянно смотрят только на то, что рисуют. Тогда, ну, как это, что закрытыми глазами, что ли, рисовать? Что ты там наделаешь? Я такой методики и не знаю, не обучался в Америке. Мы же рисуем мозгом, всем собой. Леонард Давидчик говорил, что человек рисует не руками, а мозгами. То есть мы посмотрели, нарисовали, посмотрели, нарисовали. Но вот эти взмахи внимания мне нравятся делать беглыми. Когда мы не фокусируемся на объекте, а охватываем сцену целиком и человека целиком, даже если мы какую-то деталь там прорисовываем. Все равно мы все время сравниваем пропорции, поэтому важно взмахи внимания делать. Даже смотрите, вы, например, рисуете, ну, я не знаю, виолончелистку, а сами смотрите на философа. Тогда больше вероятность, что вы не ошибетесь в пропорциях и все такое. Ну и важно не срисовывать вот так вот прям в лоб то, что ты видишь, а делать свою интерпретацию. Тогда будет движение в картине, будет, ну, какая-то своя динамика, свой ход. Василий ДМБ, классный портрет, одна из сестер. Слышал, что при съемке кино или фотографировании ставят нужный свет. В живописи это тоже важно, вроде как, это утверждение. Вам не было сложно писать портрет при таком посредственном освещении? Да, конечно, сложно, но уже есть некоторый какой-то такой опыт, когда ты немножечко можешь сочинить легкий контровой, чтобы смоделировать форму более объемно. Ну так, на чуть-чуть я там тронул, прям буквально капельку. Вспомнить того же Фешина Николая. Он говорил, что свет в рисунке не важен. Кстати, в живописи у него тоже, если вы посмотрите, такое все лобовое освещение, нет никаких контровичков. Так он добавлял, что потому что свет может измениться, то есть к нему нечего привязываться. Рисуйте всегда форму, но он просто, конечно, виртуоз в этом деле. И рисунки, если вы посмотрите на них, ну так, с пристрастием, вы не увидите там светотени. Это конструктивный рисунок, рисунок формы, без только конструкции, никакого там специального освещения. Ну а в живописи для меня, например, свет очень важен. В отличие от Фешина, я прям сильно люблю, когда моделируется форма заполняющим светом, контровым светом, причем мягко или жестко. Ну вот пробуйте разное. Жесткое это когда без всяких светофильтров, без рассеивателя, просто жесткий свет обычно сзади, контровый, а заполняющий мягкий. Ну вот сочиняйте. Двух осветителей достаточно, чтобы хороший свет, ну хорошо модель осветить. Каждый день в 4 часа на выставке у нас модели из театра драматического Нижегородского. И я поработал с Алиной Хакимовой. Она была в образе такой девушки, кого хочу, того полюблю. Ну посмотрите на эти работы. Было очень приятно с ней работать. Вообще с образами всегда интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Друзья, не забывайте отмечаться в журнале. Это очень важно для меня. Это ваша помощь для канала. И вы можете сейчас посмотреть еще одно видео, которое я снимал на классе в Бахчисарае. Называется «Дерзость в живописи». Ну а пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.